Приветствую вас! Я хотел бы ответить на ваш вопрос с позиции профессиональной психологии, с позиции социальной психологии. И начать я хотел бы, пожалуй, с того, что нет реальных качеств для человека, определяющих его как лидера. Социальная психология потратила очень много времени для того, чтобы определить, какие качества должны быть у начальника и у лидера. И пришла к выводу, что лидер может обладать совершенно разными качествами. Зависит от того, как он себя проявил в той или иной ситуации. Зависит от того, как он воспринимает группу, готов ли он делать что-то для группы, готов ли он делать что-то во благо групповым интересам. Учитывая интересы каждого члена группы и так далее. То есть нету какого-то четкого единого понимания, что должно быть у лидера. Но это лидер. Лидер в группе – это больше личность. Тогда как начальник-руководитель – это немножечко более устойчивая позиция. И начальник-руководитель – это тот, кто, по сути дела, обеспечивает направление деятельностью банка. В данном случае банка. Руководитель, если он хочет быть грамотным, если он хочет быть уважаемым, если он хочет быть понимаемым и так далее. Это в первую очередь человек, который в главу угла ставит результат деятельности группы. Либо это тот человек, который делает все для того, чтобы в коллективе… Кстати говоря, само по себе слово «коллектив» – это такая калька, вообще-то говоря. И у слова «коллектив», у термина «коллектив» есть своя история. И надо сказать, что коллектив – это далеко не то, что мы привыкли под ним понимать. Вот, например, в Советском Союзе были коллективы, и от начала это, что это люди, объединенные одной какой-то идеей и так далее. Но исследования дали такой результат, что коллектив – это группа людей, которые ставят именно групповые интересы выше своих. Вот это коллектив. То, что говорите вы – это не коллектив, это группа. Я понимаю, что вы заблуждаетесь, таких тонкостей вы вряд ли знаете, но тем не менее. Так вот, для начала вам нужно определить для себя, какое направление вы возьмете. Либо вы возьмете направление результата, либо вы возьмете направление обустраивания личных отношений в группе. Если первое, то, соответственно, вы ведете себя абсолютно не стесняясь в средствах для достижения какого-либо результата. То есть, вы приходите и говорите – здравствуйте, я ваш новый руководитель, я хочу, чтобы мы с вами работали лучше, я хочу, чтобы мы с вами не потребляя больше энергии, не затрачивая больше сил, не задерживаясь больше… Ну, не задерживаясь допоздна, да, чтобы не нанося себе какой-либо ущерб, чтобы мы улучшали наш с вами результат, наше с вами КПД. И я буду среди делать все для того, чтобы наш с вами труд, наша с вами работа была как можно более эффективной. Вы можете сказать, что я знаю, что вы здесь уже давно, и я знаю, что вы друг друга знаете, я не прошу вас менять свое поведение, я не прошу вас становиться кем-то другим, я не прошу вас, условно говоря, работать лучше, но мне нужна эффективность. Если что-то эффективности работы не вредит, то, что вы делаете, делайте на здоровье, но если эффективности работы что-то вредит, я буду это пресекать. То есть для меня самое главное – это эффективность. Личные отношения, если они не вредят, и конфликты, если они не вредят работе, пожалуйста. Выяснение отношений между собой, решение споров, если это не вредит работе, пожалуйста. Но, если что-то вредит работе, я буду на это обращать ваше внимание и, соответственно, вносить коллективы. Либо вы можете прийти и сказать, что для меня самое главное в работе, чтобы люди, с которыми я работала, было хорошо, удобно, комфортно и так далее. Вы можете подойти ко мне и каждый из вас, вот вы и говорите, что у вас в подчинении 5 человек. Вот пусть каждый из вас, из 5 человек, подойдет ко мне и скажет, что ему не нравится и что ему нравится. То есть, что бы он хотел, что бы изменилось, что именно ему некомфортно, что именно ему, по его мнению, мешает работать. И я вам обещаю, что я постараюсь сделать все, чтобы, значит, эти желания были исполнены. Знаете, руководитель, именно руководитель, начальник, это всегда немного отстраненный от группы человек. Потому что только отстраняясь от группы, можно получить результат, если вы нацелены на результат, на эффективность. И человек, который ставит во главу угла, собственно, комфорт каждого члена группы. Это человек более приближенный к коллективу. Но вместе с тем и рискующий вступить в отношения с членами группы и волей-неволей стать более субъективным по отношению к ним. Любой руководитель также обязательно приглашает каждого человека, каждого из подчиненных, для того, чтобы провести личную беседу, краткую, буквально 5-10 минут, с целью выявить основные положительные моменты человека, основные плюсы человека и ситуации, в которых этот человек может проявить себя наилучшим образом, чтобы эти его качества использовать в работе. То есть придумать, как оптимизировать ресурсы человека, если вы нацелены на результат. И точно такая же беседа, но только с другим уклоном, должна быть, если вы больше акцентируете внимание на климате между участниками групп. И, соответственно, этот климат между участниками группы, которые вы поддерживаете, проявляется в беседе так. Скажите мне, пожалуйста, опять же, что вам не нравится, что вам не нравится, чтобы я могла вам помочь. Расскажите мне о себе немножечко, нам с вами работать, давайте получим друг другу узнать. То есть это такое вот более доверительное отношение, чтобы люди увидели, что вы, в общем-то, не пользуетесь своим положением, а, напротив, считаете себя равной и просто первой среди равных, как говорится. Вот так. То есть все зависит, если именно от того, на что вы хотите ориентироваться. Далее, значит, очень переживаете, пишите вы, как меня примет коллектив? А почему переживаете? Поймите, пожалуйста, уважаемая, реально, вы пришли на работу, работать в первую очередь, и вне зависимости от того, как коллектив вас примет, если вы будете свою работу выполнять, то есть если вы будете выполнять свои обязанности руководителя и права, следовать правам и пользоваться грамотно своими правами, то вне зависимости от того, как к вам относятся, вне зависимости от того, как примет вас коллектив, вы будете продвигать свою линию. Нельзя обращать внимание на принятие вас коллективом, потому что руководители, в отличие от лидеров, принимают всегда более условно, более стереотипно. И, кстати, вам нужно понять, кто в этом коллективе, в группе лидер, вот тот самый лидер, о котором я говорил, более личностный, более приближенный к группе. И с лидером вам нужно обязательно наладить контакт. Я не думаю, что это будет довольно сложно выявить, кто в группе лидер, это всегда понятно. После пары недель, может быть через неделю, вы увидите, кто в группе лидер, и вы с этим лидером можете отдельно поговорить. Вам нужно дать ему понять, что вы поняли, что тот человек лидер, и вам нужно постараться наладить с ним контакт с тем, чтобы обеспечить, опять же, ту направленность, которую вы хотите. Либо результат, либо климат в группе. Вы переживаете, почему? В чем вы не уверены в себе? Почему для вас, как вы говорите, актуально и важно поставить себя с первого дня, чтобы вас уважали и слушали? Вы боитесь, что вас не будут уважать и слушать? С чем это связано? Руководитель – это тот, кто четко знает сам, чего он хочет, четко знает свои цели, умеет грамотно эти цели донести другим, разбить эти цели на задачи, дать сроки для выполнения этих задач, и обозначить ответственность, и все. И если это ваша работа, то, опять же, вне зависимости от того, будут вас слушатели уважать, это нужно делать. Вы не сможете доставить людей уважать вас и слушать сразу. Нужно доказать приверженность своим целям, своим идеалам. Вот, или идеал результата, или идеал климата в отношениях. Вот и все. А ставить себя, как бы вы себя ни ставили, все равно это будет для людей. Понимаете? То есть придете вы, например, поставить себя жестко, эти женщины будут говорить вам, что… Ну, или про себя будут говорить, что вы такая-сякая, вот, отдаляетесь от людей. Будете мягкой, будете безбезвольны для них. Будете свойской, будете, там, вульгарны, например. По-братим, знаете, как говорят, он общается по-братски. Вот. Тоже может быть неприятно. Не угадай. Поэтому здесь не имеет смысла. Здесь не нужно думать, как вы ставите себя. Здесь нужно, чтобы вы сами определили для себя приоритеты. Чтобы вы всегда уважительно относились к этим людям, хотя бы за то, что у них стаж, работы большой. И чтобы вы вежливо, мягко, но настойчиво гнули свою линию. Вот это необходимо для того, чтобы вам быть именно руководителем, начальником. Вы не командуете людьми как таковыми. Вы командуете трудовой рабочей группой. И, соответственно, вам нужно организовать эту трудовую рабочую группу так, чтобы она приносила вам либо результат, либо климат в группе был хорошим. Чтобы все члены группы были максимально довольны, максимально счастливы. И видели в вас именно союзника, а не начальника. Вот и все. Потому что эти люди, они работали, в принципе, на вас. И они, эти люди будут работать как бы с вами. То есть там все наладим. Вопрос в том, в какую сторону вы хотите двигаться. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, или если ваши переживания связаны с тем, что вы не уверены в себе, и с уверенностью в себе оно нужно будет поработать. Пишите в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Очень, знаете, у... Вот, хотел еще вам сказать такую вещь. Есть модель поведения. Разная модель поведения. Руководитель. Руководитель может говорить своим сотрудникам сразу о своих намерениях. То есть говорить о том, чего он хочет. Ну, я хочу, например, чтобы была эффективность. Да, допустим. И... как бы уже совместно с... совместно с... коллегами, с подчиненными обсуждать, как эту эффективность можно повысить. То есть, так и говорить. Эээ... Пожалуйста, вот я... моя цель повысить эффективность, давайте подумаем, что бы каждый из вас мог предложить для повышения этой самой эффективности. И дать понять четко всем и каждому, что вы прислушиваетесь к каждому, и у каждого берете рациональную идею. Чтобы люди поняли, что вы справедливы, что вы не делаете различия между ними. Вы не отдаете предпочтение кому-либо. Это вас. Либо вы можете оставлять в тайне свои... намерения, а людям просто давать задания и все. Ну, это уже вам решат. Но от этой модели поведения также зависит то, как вас будут слушать и будут ли вас уважать. Уважать нужно за что-то. Уважать просто так не будут. Для того, чтобы уважали за что-то, нужно ваше поведение. Ваше поведение подчиняется цели. Цель вам нужно выбрать саму-самой. Вот, пожалуй, так я отвечу вам на ваш вопрос. Еще раз желаю вам всего самого доброго.